МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где мы находимся? Вандаш, Сочи. 19-й вагон! Что, заходим уже? Заходим! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока все чистенько. Покажи. В принципе, все так же, как и было. Я не знаю, где свет включается. Тоже, как и на сайте. Да. Беленькое. Совершенно белое. Два полотенца, три звезды. С высшего полотенца. Аня тут еще для ног есть одно. И вешалка. Еще одна вешалка. Детка. И две кровати. Причем номер стандарт. Мех местный. По кровати разные стороны. Но учитывая, что все это строилось к олимпийским играм, все очень новенькое. И выход. Выход. Мы не порадуем. Балкон. Вот. Мы выходим. А изначально нам другие, наверное, вопреки. Начали. Сейчас я вам покажу. Если мы начали не перегляем. Класс. Как раз с выходом нам в бассейн. Анимация у нас. Все, хватит. Куда с камер нельзя? Это частная сочность. Идите отсюда. Куда? Здесь нельзя снимать ничего. Ну, тут вообще ничего не положено. Сережа, ни мыла, ничего нет такого. Недели для душа. Я ошиблась. Все-таки здесь есть не два полотенца, а больше. Есть еще два больших. То есть, получается всего шесть полотенец. Для ног, два, для рук и одно большое. И мыло. Не в бутылочках, чтобы не вытащили. Вот это мыло для рук и для душа. Что здесь вот привязано. Причем гель для душа с мужским запахом. Вот такие вот штучки нам дали. И завтрак включено. Шведский стол. Там я знаю, что другим давали беленькие. Это оранжевые. Скорее всего от цвета зависит какое количество. Еды можно съесть. За один день. Вот сушилка мне понравилась. Прикольная такая вещь. То есть, можно отдельно, стационарно включить. И она погреет. В принципе, я уже говорила. Сейчас мы посмотрим с вами. А, вот еще самое-самое главное. Это чайник здесь есть. В любых других гостиницах, где и когда-либо была, никогда не было чайника. И совсем была огромная проблема. Потому что нигде не попить. Единственное место, где можно было набрать воды, это либо в кафе сходить, купить, как я уже говорила. Либо, не знаю, где-то искать. А это дорого выходит. Так. Сейчас мы посмотрим. Гладильная доска тоже есть. Выведена она на этаже. На каждом этаже, я так поняла, есть утюг с гладильной доской. Сейчас мы с вами и посмотрим. На каждом этаже, я так поняла, есть утюг с гладильной доской. Огромная-огромная территория вообще. Огромная территория отеля. Целых 12 часов. Есть даже собственный прудик. Пока первый день, ходим и здесь рассматриваем. Потому что территория большая. Есть много разных точек с едой. Два ресторана и еще какие-то лобби-бары. И мы просто смотрим, где что. Есть даже вот свой собственный. Ну, такой он не маленький. Большой прудик. Дикольно. Может быть, можно рыбку ловить. Даже детские площадки. Вон, детские площадки есть. Тут удочки раздают. Купальник от рыбки, да? Да, или можно вот прям галышом залазить. Руками его можно даже ловить. Сварка, свечная, сером, болочка, пирожок, картошкин, сосиска в тесте. Ценный просто. Угу. Чеще? Ничего. Цены, видно такие? Я знал, что такие цены. Я думаю, что больше. Ну так как-то да, пирожок 50 рублей, это еще по-божески. Суши ролл я не хочу, а мангал, Глена сказала. Прикольно. Вот смотри, народ, как смотрится, прикольно. По пусту. Да, но никого почему-то нет. Мы так думаем, что, скорее всего, ездят подешевле места за пределами, но их нужно найти. Поэтому первый день экспертивований у нас. Надо посмотреть еще, кстати, какая погода будет. И оставить на дождливое время, наверное, какие-то, да, вообще душно, очень, вообще, очень жарко. Но я смотрю, что в этих местах мало кто сидит. Вообще вот в этих барах местных, которые прямо на территории отеля, наверное, не знаю, по одному столику всего лишь занят. Это о чем говорит? О том, что здесь можно и в других местах покушать. Довольно-таки неплохо. Может, первый раз здесь. Нет, мы поедим здесь. Сейчас посмотрю, где о чем. Луточки. Охи-хи-хи-хи. Донок для утей. Смотри, даже донок мы придумали. Классно. Их интересно покормить можно. Скажите, пожалуйста, здесь ближайший есть ли-нибудь магазин, что-нибудь такое? А здесь вот только лобби, я так понимаю, и рестораны. То есть здесь поблизости нет еще где-нибудь, вот за пределами отеля? Здесь столько всего есть. Да? Вот смотрите, вы идете сейчас вот по этой дороге, вот прямо к тем домам к морю. И потом поворачивается та кулочка вдоль пляжа и по пляжу. Там много всего, где можно покушать, да? Да. А мы используемся, когда поэрты, вот эти вот итальянские, там еще покои будут. Тут дороговато. Ну вот я тоже думаю, что, скорее всего, в пределах отеля это будет друговано. Да. Похладитесь сами и определитесь. Ага. Не в той же счет нахладе, но определяйтесь. Спасибо большое. Вот там вот за прудом олимпийский. Что там, Сереж? Дворец, по-моему, да? Где было фигурное катание. Теперь совсем все близко. Мы уже идем к морю. Где-то там примерно идти 800 метров от нашего отеля. Мы понастроили. Смотри, сколько понастроили. Это же ведь частный сектор. Флор, я тебе сказала, и овощной салатик. Маленькие порции. Не совсем как в Греции. А это вообще мясо по-французски. Да он не знает. Это же малюсенький кусочек. Хоть показать людям для сравнения. Мы еще счет даже не знаем. Кто куда, а мы на закате купались. Домик. Горящий разноцветный. Вот, Летаня. Красота. Одинные дорожки, велосипедные отдельные. Саратово это не и снилось. Здесь как другая цивилизация прям. Заказали обычный летний салат с овощами. Шашлык. И греческий салат. И попокалов с вина. Здесь Летаня чесночный салат. Потом я в конце скажу, сколько мы за это отдали. Шок. Вода стоит 114 рублей 5 литров. Причем самая дешевая. А я вам дам 14 примерно. Сейчас я вам 10 дала. Сейчас я вам еще 4 дам. Бегу. Возьмите 4 еще. Вот. И нам 400 рублей дали. Я привыкла к камеру. Чтобы она не стала снимать. Мое второе я. Может ты выключишь, а то обрежу. Офигурю. Офигурю. Проец. Возьмите. Офигурей. Офигурlando. Офигурφэр. Офигурами. Офигурс. Продолжение следует...